Вечно перспективная республика с большим потенциалом. Клише Бурятии. Доселе. Те, кто вставал к рулю по направлению «Светлое будущее», едва ли далеко заехал. А кто-то и вовсе топтался на месте. Сегодня бурятский парламент делает ставку на молодых амбициозных людей. Особое внимание будет уделяться ученым. В Бурятии открывают фонды поддержки. Государственный грантовый фонд научных исследований и венчурный фонд. Первый будет иметь бюджет в зависимости от заказов. Во второй заложат 30 миллионов рублей. Организовать возможность создания кластеров производства отдельных комплектующих для промышленных предприятий. Окружить промышленные предприятия аутсорсинговыми компаниями, организованными на базе МИПов, на базе научных коллективов из вузов и научных учреждений. Если грантовые фонды научных исследований помогут заняться снабжением крупных предприятий на базе собственных разработок, то в истории с венчурным фондом схема ясна, но не до конца защищена от коррупции. Он предназначен для привлечения частных инвестиций в финансирование высокотехнологичных проектов, наукоемких проектов совместно с такими институтами развития, как российская венчурная компания. Это предлагается организовать на базе фонда регионального развития. Венчурные фонды действительно, они с одной стороны высоко рисковывают, а с другой стороны они высокоэффективны. И при правильном балансе они как раз будут приносить самую большую пользу для того, чтобы наша республика развивалась в первую очередь. С помощью фондов планируется работа и сельским хозяйством, соответствующим министерствам и комитетам уже направлены все нужные предложения. Шаг в будущее или еще одна неудачная попытка реализоваться – все будет зависеть от должного подхода и строгого контроля. Баир Цедыпов, Дмитрий Тарасов, Новости дня.